В современном обществе проблема информационных войн носит глобальный характер. Скрытое воздействие и массовая психологическая обработка. Это инструмент для дестабилизации общества, одна из форм так называемой «мягкой силы». Манипуляция информации влияет на мышление и поведение людей, зачастую в деструктивную сторону. О таких методах и формах информационной войны говорили на лекции, организованной филиалом общества знания для сотрудников Управления Федерального казначейства Корчаева Черкесской Республики. Информационная война – это не что-то отвлеченное, это не какое-то литературное понятие или где-то там происходит на другой части света. Это то, что происходит уже здесь сейчас, это то, что происходит с нами, с россиянами в том числе. Именно поэтому желание многих трудовых коллективов познакомиться поближе с темой информационной войны – это как бы дорогого стоит. И мы всегда готовы принять участие в таких лекциях. Какие-то новые знания возможно дать людям просветить в той или иной теме, связанной именно с информационной войной, так как она является частью гибридной войны и довольно-таки несет большие риски для общества, в том числе мирового. Спикер также выделил разные виды и причины таких войн. Борьба за влияние и ресурсы, конфликты и кризисные ситуации, конкуренция. Инструменты влияния абсолютно разные, начиная от медиа всех типов, заканчивая специализированными координационными центрами. Словом, методов много, поэтому важно быть осторожным и уметь фильтровать информацию. Информационная война, вы сами понимаете, имеет огромное влияние, огромное значение в современном обществе оказывать влияние на мнение и поведение людей. Мы стараемся донести актуальную, правдивую, достоверную информацию, как себя вести в определенных ситуациях, как воспринимать информацию, передаваемую в источниках массовой информации. Сегодня словосочетание информационная война хотя бы раз слышал каждый. Но оно обросло таким числом мифов и легенд, что уже трудно разобраться, где же прячется истина. Ну а такие лекции формируют способность к анализу, ведь интернет перегружен информацией и наткнуться на очередной фейк очень просто. Российского общества знаний в Карачаево-Черкесии такие мероприятия у нас проводят регулярно, приходят с очень интересными, актуальными темами, которые мы все внимательно слушаем. Где-то у нас тоже возникают вопросы, задаем лектору и получаем на него полноценные ответы. Им благодарны, что освещают жизненно важные темы, которые могут коснуться любого человека, который проживает. Лекция была очень познавательна, очень много было новых слов, очень было много новых понятий, терминов. И тем самым эта лекция оказалась не просто познавательной, а даже интересной. Вроде бы такая тема. Здесь было достаточно все четко, грамотно, научно и доступно нам рассказано. И это хвала автору. Напомним, что такие встречи проводятся по инициативе общества знания, которое уже не один год просвещает россиян на самые разные темы. Такой диалог позволяет глубже понять сложные и актуальные проблемы, повысить навык оценки информации и, самое главное, сформировать критическое мышление для защиты от манипуляций. Элина Остежева, Айвар Барануков, Архейс 24.